Видео подготовлено для канала Уроки ТВ Математика 4 класс, автор Чекин, часть 2, приложение, задание номер 2. Под каждым рисунком в тетради запиши долю, которую составляет закрашенная часть фигуры от всей фигуры. Итак, первая фигура представляет собой прямоугольник, и диагональ этого прямоугольника разделила его на два прямоугольных треугольника. Вот один прямоугольный треугольник, вот один, и вот второй. Закрашен один из двух прямоугольных треугольников, а эти прямоугольные треугольники равны, мы это уже знаем. Поэтому весь прямоугольник разделен на две равные части, и одна из них закрашена. Значит, тогда под этим прямоугольником мы должны записать одна, вторая, потому что целое, вот под такой горизонтальной чертой пишется число, на которое целое было разделено, то есть на сколько равных частей было разделено целое, в данном случае на две, на два треугольника, и один из этих треугольников закрашен. Значит, закрашена одна, вторая часть. Теперь смотрим на следующую фигуру. Это круг. Как видим, круг разделен на три равные части. Одна, вторая и третья. И закрашена одна из них. Тогда мы вот такую дробь изображаем, вот такую черту. Под ней мы пишем три, потому что целое, круг, было разделено на три равные части, а закрашена одна из этих трех равных частей. Следующая фигура – треугольник. Он разделен, как видим, на раз, два, три, четыре, на четыре равные части. Значит, мы должны записать вот такую дробь и под чертой записать четыре, потому что на четыре равные части было разделено целое, в данном случае это треугольник. А сколько из этих частей закрашено? Только одна, поэтому одна четвертая. Дальше мы переходим к шестиугольнику. Такой многоугольник, который является шестиугольником. Можете сосчитать его углы. Он разделен, давайте считаем, на раз, два, три, четыре, пять, шесть равных треугольников. Значит, целое было разделено на шесть равных частей. И из этих частей взята одна часть, и она закрашена. Поэтому все. На вопрос задания мы ответили. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк.